Искусственный интеллект – важнейшая технология 21 века, которая буквально изменила наш мир. В то время как некоторые компании вкладывают миллионы в эти технологии, другие опасаются это делать, видя в искусственном интеллекте прежде всего врага. Нейросети, искусственный интеллект и образование – наверное, одна из самых обсуждаемых тем в этом году, тема, которая волнует и педагогов, и методистов, и руководителей учебных центров, руководителей вузов. Что делать, если студенты используют нейросеть для написания, допустим, дипломных работ, для подготовки к занятиям? Заменит ли нейросеть и искусственный интеллект преподавателя? Вот это те разговоры, которые ведутся постоянно. На нашей встрече я хотела бы рассказать о том, как мы, педагоги, вузов, корпоративных университетов, учебных центров, школьные преподаватели, методисты, педдизайнеры, используем искусственный интеллект в своей работе для проектирования, для разработки учебных материалов, для проектирования учебных программ, подготовки к урокам, занятиям, проектирования уроков. Как наши студенты используют нейросети для подготовки к занятиям, но делают это разумно, в разумных пределах. Мы решили, прежде всего, увидеть в искусственном интеллекте и в нейросетях, прежде всего, союзника, а не соперника. Мы учимся использовать те задачи, которые решает нейросеть, ну, допустим, генерирование, распознавание, аппроксимация, в своих собственных целях, для решения своих задач, в решении своих проблем. Мы активно используем нейросети, как я уже сказала, для разработки, для проектирования, для организации, самостоятельной работы наших студентов. И вот есть интересные наработки, которыми будем рады поделиться и которые будут интересны, надеюсь, именно педагогам, методистам и, конечно же, студентам. Также очень хочется рассказать о так называемых антидотах, о том, что будет нейтрализовать все эти негативные последствия, которые, ну, например, есть в использовании нейросети студентами. Как необходимо менять оценивание, если студент использует нейросеть для написания, допустим, дипломной работы или подготовки к экзамену, ну, или написания эссе. У нас есть такая копилка так называемых антидотов, то есть это и проектная работа в формате ДУСКРАМ, которую мы успешно реализуем в ВУЗах, это и различные мастермайнды и так далее, то есть и различные виды именно непосредственного общения, непосредственного общения с нашими студентами, которые легко нейтрализуют буквально все те негативные последствия, которые может, собственно, иметь использование нейросети нашими студентами. Вот об этом хотелось бы поговорить, и прежде всего о том, как не стать жертвами нейросети, как подружиться с ними, и как не сделать так, чтобы нейросети или алгоритмы заменили преподавателей. Друзья, жду вас на нашей встрече на конференции, на мой взгляд, самом огненном событии этого лета, конференции Гипердир-2023 «Белые ночи цифровых технологий», которая пройдет в Санкт-Петербурге. Конференция, организованная Дмитрием Кречманом и Павлом Калиниковым. Ждем вас 23 июня на этом грандиозном событии. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова